Ну что ж, мы с Юрой тогда переходим, наверное, к завершающему докладу. Чуть-чуть раньше, но значит раньше перейдем к вопросам. Будет больше времени и возможности пообщаться. Ну давай, прежде чем мы двинемся дальше, на летней конференции традиционно мы выбираем одного-единственного MVP на год. Это человек, который много сделал, который разделяет наши ценности, который много с нами общается и помогает. И это не всегда только прямо разработка, но в то же время очень часто это разработка. Давай напомним тех, кто уже является. Первый MVP Антон Долганин. И спасибо ему большое, мы его уже благодарили. Это был 2010 год. Роман Забродин, Красноярск, 2011 год. Роман Петров, 2012 год, Новосибирск. Сибиряки, да, прям не выбраться из Сибири. Дальше. Максим Месилов, Москва. Ну и, собственно, в 2014 году мы долго спорили и выбрали Степана Овчинникова в Волгоград. Степан наверняка нас смотрит в онлайне. На самом деле он у нас был на корпоративе летней, который у нас проходит. Он чаще всего перед стратегической сессией. Мы уже много с ним общались, награждались. Степан, большое тебе спасибо. Мы передаем тебе большой привет, Волгоград. И рамочка, награды и все остальные атрибуты мы уже передали. Спасибо большое. И спасибо вам большое за то, что вы нам активно так помогаете. Итак, планы на новые версии. Мы рассчитываем представить вам наши мысли по релизу на 15-ю, на всю осень. Собственно, традиционно два релиза в год. Четыре по битрикс24, два по мобильному приложению. Три продукта. Поехали, Юр. Коллеги, не забывайте задавать вопросы в онлайне. Все мое? Юр молчит уже. Давай я скажу вообще вещи. Включить микрофон ему нужно. Коллеги, наверное, мы не будем сейчас перечислять каждый из элементов. У нас есть, по-моему, по слайду. Потом в итоге мы этот слайд попробуем повторить. Но давайте мы по порядку. Первая цель, которая оказалась, во-первых, прекрасно достижимой. Во-вторых, отлично отстраивает нас от конкурентов. Позволяет, ну, на самом деле, очень активно работать с аудиторией. И это помогает иногда преодолевать, ну, не знаю, какую-то несогласованность. Конечно, это скорость. И скорость в самых разных ее вариантах. И мы идем к скорости не только генерации и создания проектов, но и к скорости отображения. Композит получит свое продолжение и свое развитие. Ну, это то, что уже можно сейчас. Проверять, как работает. То есть, ну, уже идет процесс. Это первый из маленьких релизов по композиту. Это поддержка M-Cache. Ну, и в том числе, кстати, поддержка M-Cache нужна для того, чтобы кластерные конфигурации, распределенные на несколько серверов, в том числе могли работать с композитом. Потому что иначе, если у вас 2, 3, 5 серверов, синхронизировать кэш между серверами достаточно большая задача. Поэтому, как только вы ставите 2-3 серверные конфигурации, вы должны кэш поднять в память. И либо использовать общий M-Cache между системами. Поэтому это все, собственно, в копилку кластерных систем. Дальше, как я говорил уже, одной из задач по композитному сайту является упрощение внедрения и упрощение отладки его. Для этого мы предприняли, скажем так, ряд шагов. Это, во-первых, сделать более визуальным процесс, сделать более понятным и легко, чтобы можно было легко видеть, насколько работает сайт, почему не работает композитный режим. И это без кучи логов, без анализа файлов. То есть в нормальном человеческом виде уже мы, в принципе, уже стабилизировались по структуре файлов, мы стабилизировались по основным понятиям. И сейчас мы хотим это дело визуализировать. В принципе, это будет выглядеть в виде набора галочек. Дальше вы будете говорить «включить». Будет кнопка идти, начать отладку. Вам будет говорить, что вы сейчас авторизованы, и вас будут делать логаут. Вы будете переходить в публичную часть. И там, по сути, вам будет показано, что происходит сейчас с этой страницей, на которой вы находитесь. Если на ней работает композит, то насколько он эффективен. То есть насколько часто перезаписывается кэш. И если вы видите, что это число очень большое, то есть это за какой-то промежуток времени, возможно, за минуту, за пять минут. Если вы видите, что кэш перезаписывается очень часто, то тут же будет возможность сравнить между собой версии разных кэшей и выяснить причину, где у вас изменяется контент. И если, соответственно, не включился на данной странице композит, вам будет показано, из-за чего он это не включился, какие компоненты этому мешают. Также в контрольной панели вы будете видеть все свои страницы, которые должны как бы… То есть и участвуют в композите, и должны участвовать в композите, но по каким-то причинам, возможно, они содержат ошибки. То есть мы упрощаем внедрение путем визуализации отладки и упрощения отладки. Этот слайд вы уже видели. Это вот как мы предлагаем сейчас считать эффективность композитно на браузере. Но есть идея у нас сделать в нашем модуле производительности еще замеры клиентской производительности. То есть мы будем, как уже говорили в Google аналитике, будем также размещать счетчик, который будет JavaScript выбирать основные характеристики. Это время отклика, это время передачи страницы, это потом время дальнейшей загрузки всех ресурсов, по сути, отображения уже полноценного сайта. И это время непосредственно выполнения PHP страницы. Это того хита, который должен был как бы выполниться, но он идет в фоне. И используя эти данные, можно будет увидеть в динамике, что вот у вас работал сайт без композита, вот у вас он стал так работать с композитом, вот он стал по-другому загружаться, если вы включили CDN у себя, если вы включили у себя сжатие скриптов. То есть визуально можно будет анализировать и при этом не терять вот это число, сколько на самом деле занимает выполнение страницы. Еще раз хочу подчеркнуть, что композит будет все больше и больше появляться в продукте. Обязательно и осваивайте, и начинайте на нем делать. Завтра мы будем рассказывать, что даже дополнительные баллы будут даваться за проекты на композите. И основная цель, конечно, максимальное быстрое отображение сайта. Мы активно работаем над этой темой. Возможно, это будет специальная визуализация, которая будет показывать, как быстро загружается сайт у ваших клиентов. Композит, CSS, CDN, загрузка, все, что влияет, как может ускорить отображение сайта. Следующая одна из важных задач – это расширить, скажем так, зону действия, зону возможностей применения композита. Сейчас мы ограничились анонимные и такие почти анонимные пользователи, авторизованные, но входящие в распространенные группы пользователей. Но бывают такие сайты, например, у которых контент зависит от какой-то начальной точки. Например, это регионы или это языки. То есть когда одна и та же страница, но она где-то переключается что-то, в зависимости от выбранных настроек, в зависимости от IP или в зависимости от настроек браузера. И при данной модели у нас получается, что композит либо невозможен, либо нам надо все засовывать в динамическую область. А эта динамическая область может порой выглядеть, как вся целиком страница. Также иногда бывает потребность сделать композит персонализированным именно, например, до какой-то группы людей. Например, все партнеры на партнерском сайте. Либо все пользователи на корпоративном портале. Почему бы и нет? Их же не так много. То есть их 200, их 300, 500. То есть их не миллион, их количество контролируемо. И есть сейчас идея, мы прорабатываем его, это сделать возможность, чтобы композитный кэш хранился именно для вот таких вот точек. То есть по сути мы делаем корневые точки, что вот есть пользователь и весь кэш именно для него. Есть сайт, город, например, или регион какой-то. И вот эта точка и все файлы внутри него, скажем так, это будет для него. То есть мы разделяем корни композитных сайтов и тем самым достигаем цели, что можно использовать и применять его, например, в Bittrex 24. Это моя мечта. Я, конечно, очень надеюсь, что в Bittrex 24 будет композит, и мы добьемся совершенно другой динамики, загрузки для живой ленты, для задач, для других элементов, для того, чтобы получить динамику. Динамику загрузки, динамику отображения. Ну, давай уже вопрос этот. Убираем кнопку или не убираем? Что? Да, убираем. Она 300 тысяч стоит, между прочим. Понимаете? Да, во-первых. Кстати, она и не картинка-то, в общем. Но она ведь очень здорово показывает, работает композит или нет. А как вы иначе поймете? Что? Ну, а что вам все расскажи? На самом деле мы бы, конечно, хотели, чтобы вам было легче договариваться с клиентами. Мы бы не думали, что это будет таким сильным препятствием, но есть некоторые там отголоски, что, в общем, это мешает. Это мешает? Да что ж такое? А я еще думал, обсуждать это, не обсуждать. А как же вы будете определять, что это композит? По скорости работы. Вы знаете, тут на нашем сайте, вот ребята выпустили, 14.5.2, и наш сайт вдруг слетел с композита. Я захожу, что-то он как-то это... Скролирую вниз, нету кнопки. И сразу говорю, нету кнопки. Иду, говорю, ах да, мы же там... Один компонент проголосовал против. Вот только-только задавали вопрос, когда про композит рассуждали. И что вы будете делать? Хорошо. Спасибо большое за мнение. Мы пообсуждаем в 15-м релизе. Ждите новости. Поехали дальше. Ну за деньги-то есть такая возможность? Отключение? 300 тысяч. Хорошо, коллеги, мы подумаем. На самом деле очень важно, что вы почти единогласно, хотя не очень громко говорили, что нужно отключить. Итак, переходим к следующей части. Скорость. Скорость клиентской загрузки. Вообще это одна из больших задач. Вообще я очень ценю еще композит за то, что он нивелирует требования к оборудованию. Я вот рассказывал эту историю, что раньше, заходя на наш сайт, особенно после обновления, например, какой-то версии, очень было любопытно наблюдать. Ты заходишь и видишь такая небольшая задержка, потом он раз и выпрыгивает. И ты такой думаешь, тяжело сайту. Ну прям, это только я потом понял это состояние, потому что я уже на композит захожу, он раз и выпрыгивает, так, ему разве не тяжело? А ему тяжело, но это чуть-чуть длиннее композитный хит. На самом деле, вот эта зависимость от оборудования, она становится значительно неже, потому что меняется динамика, меняется загрузка, но тем не менее масштабирование является по-прежнему очень важной задачей. Мы вам рассказали про интеграцию с структурами, интеграцию со средой. Первый проект показал Rusonics, который связан с интеграцией с хостингом, когда добавляя сервер, вы прямо можете выбрать сервера, имеющиеся в наличии у хостера, нажать кнопку купить, тут же масштабировать базу данных или другие компоненты. Я уже говорил в рамках доклада, что мы размышляем над тем, может быть добавим прямо облачные файлы, и чтобы хостер мог также в API прописать, что если он дает облачные файлы, чтобы вы могли взять облачные файлы этого клиента, этого хостера. Одним словом, мы очень хотим, чтобы получилась управляемая среда изнутри продукта, потому что всегда как бы управляют снаружи продуктами, но ведь все-таки продукт масштабируется, прописывает другие вещи. И в дополнение к API, к хостингу, мы размышляем и, возможно, изготовим, готовые API, может быть, начнем с Амазона. Мы размышляем сделать API для, собственно, нашей виртуальной машины, чтобы можно было масштабировать внутри виртуальных сред и облачных провайдеров. Собственно, точно так же. Ну вот, собственно, здесь скриншоты, которые показывают выбор оборудования и движения. Двинемся дальше. Есть одна очень важная цель, ради которой сегодня создается очень много сайтов. Ну, формально мы их создаем. С нашей точки зрения, как партнера, все завершается в момент, когда мы его отдали клиенту. Но для клиента в этот момент все только начинается. То есть клиент начинает тратить большие деньги на интернет-магазин. И здесь возникают и важными становятся все факторы, которые влияют на конверсию. Скорость в том числе влияет на конверсию. Но еще одна ближайшая и очень большая задача – это персонализация. Расскажи про нее немножко. Ну, что происходит, когда мы видим анонимный хит. То есть есть сервис у нас в веб-аналитике. Кто в онлайне? Раньше, если маленький сайт, достаточно интересно наблюдать. Пришел какой-то посетитель. Мы видим такой вайпишник, видим город максимум, что он откуда, со страны с какой пришел. Может быть, видим, откуда он пришел, с какого сайта. И вот видим, он делает первый хит, пошел долго-долго, думаешь, ушел уже. Нет, не ушел, смотри, следующий пошел. То есть он начинает, и ты начинаешь думать, кто же это на самом деле. Раз она смотрит страницы с какими-то женскими товарами, возможно, это женщина. Смотришь, а товар это молодежный, наверное, молодая женщина, девушка. Потом думаешь, вот сейчас должна купить. Не купила, значит, что-то не нашла. Или, например, пользуется поиском. То есть если вот так вот включить анализ человеческий, то в принципе, глядя на то, как человек ходит по страницам сайта, что он там делает, можно делать какие-то выводы о том, кто он. Также, если он наконец-таки сделал заказ, то мы уже полностью узнаем, кто он, да, он там заполнил свой профиль, он может оставить свои данные о своих соцсетях, тогда мы вообще про него можем много чего узнать. В общем, поведение любого пользователя, посетителя на сайте, как бы может указать на его портрет. То есть мы можем начать по поведению посетителя на сайте, начать их сегментировать. Мы можем начинать на основе каких-то вероятностей причислять их к какому-то типу. Это может быть пол, это может быть возраст, это может быть его финансовое положение. Он смотрит там дорогие холодильники или дешевые холодильники. То есть какими он интересуется. А когда он уже возвращается на сайт, на самом деле вы уже очень много знаете. Вы уже знаете, какие он заказы покупал, что смотрел раньше. И это позволяет вам строить достаточно полный и очень вероятностный профиль. Мы сознательно упрощаем эту схему, стараясь ее как бы сформулировать как важную тему. Но персонализация – это один, во-первых, из трендов современных, во-вторых, одна из самых сложных математических задач. Поэтому за этим будет стоять достаточно много вычислений, которые мы постараемся обернуть в простой пакет, который можно будет формулировать и преподносить клиентам. То есть мы примерно разделили всех посетителей с какой-то долей вероятности по сегментам. Теперь что мы можем сделать? Теперь мы можем ему контент выдавать с какой-то именно… Если он мужчина старше скольки-то лет, показывать ему одни товары, одни баннеры, предлагать ему новости, контент какой-то. Если это предположительно молодая девушка, то давать ей другие товары. Это можно настраивать руками. То есть если у вас есть товар, который вы знаете, для кого он необходим, то вы можете это явно указывать. Но есть же также возможность делать автоматически. Так как мы знаем предположительно, кто ходит по сайту, и мы видим, что у таких людей есть всегда одинаковый примерно трафик, они ходят по одним и тем же страницам, то мы можем научиться автоматически уже предсказывать, что для данного типа людей, для данного сегмента посетителей интересно будет вот это, вот это или вот это. Ну и соответственно построение обратной связи, когда вы делаете предложение клиенту, показываете ему соответствующие, например, рекомендуемые товары, не построенные вручную, а подобранные автоматикой и индивидуальные в зависимости от профиля того, кто смотрит, и по факту перехода, собственно и есть обратная связь, проверять свою гипотезу в автоматическом режиме. И соответственно, конечная наша цель это показать посетителю то, что ему будет интересно. То есть что, как, где это может быть. Это может быть, конечно, там блоки товаров на главное, то есть это самая важная часть, то есть на главное показывать именно то, что, как нам кажется, будет наиболее интересно для данного посетителя. Это может быть предложение в этой карточке товара, что вы можете посмотреть аналоги, либо то, что нам кажется вам нравится. Это может быть предложение дополнительное в корзине. Это может быть подмешивание приоритетов в поиске, то есть когда мы можем, в принципе, набрал телефон, но мы знаем, что ты богатый человек, мы тебе показываем айфоны сверху. Если там пониже уровень состояния, то показываем какие-то другие телефоны. И в итоге увеличивается конверсия. Вся эта тема в целом называется Big Data. Об этом много говорят. И действительно предполагается много вычислений, связанных с профилем. И мы размышляем еще внутри себя, будем ли мы это делать внутри сайта, либо частично внутри, либо использовать фрагмент облачного сервиса для того, чтобы правильно обрабатывать сайты для этого проекта. Там существует много вариаций, много вычислений. В целом математика более-менее сложилась. Но вот детальное представление, как это будет выглядеть, мы представим, наверное, уже ближе к 15-й версии. Возможно, чуть-чуть пораньше начнет работать первый фрагмент, который начнет или собирать данные, или мы будем обсчитывать первую математику. Да, то есть точность наших предположений зависит, конечно, от объема данных. Чем больше мы знаем о каждом конкретном посетителе, тем больше вероятность, что мы угадаем на самом деле, кто он. На одном сайте эта информация, то есть она очень узкая. То есть он несколько сторон не смотрел. Но если эту информацию начать агрегировать с нескольких сайтов, со многих сайтов, то вероятность того, что мы каждого конкретного посетителя угадываем, кто он, она возрастает сразу в несколько раз, особенно если это объем трафика очень большой. Следующий слайд, если можно. По-моему, там мы как раз говорим, вообще для чего все это затевается. Если просто сказать, задача увеличить продажи на 5%. То есть оно может увеличиться больше, но цель примерно такова. Увеличить продажи. Обычно размер увеличения 5-10%. С точки зрения магазина это очень высокая цель. Это прямо замечательная цель из того же сайта, из того же трафика получить больше продаж. Увеличение среднего чека за счет того, что человек, вернувшись, вы ему делаете правильное предположение и делаете продажу. Это в том числе увеличение глубины просмотра, если это речь идет о контентных целях. Все это связано с конверсиями. Дальше еще будут некоторые инструменты, которые мы планируем в 15-й версии, и они тоже будут связаны с увеличением конверсии, с увеличением отдачи от интернет-магазина. Это большой очень модуль. Переходя к следующему блоку, хотелось бы сказать, что вообще это большая тема. Возможно, мы сделаем некую группу у себя на сайте, в портале, на котором будем обсуждать тематику или задачи. Итак, переходим дальше. Поиск. На сегодняшний момент у нас реализована интеграция с внешним поиском, но мы рассчитываем реализовать большую полную фасету, если так можно сказать, и доделать или улучшить тот поиск, который есть и для управления сайта, и для корпоративного портала. Да, мы собираемся не только использовать это в умном фильтре, сфинкс, я имею в виду, но в умном фильтре также добавится СКУ, добавятся возможности разных представлений, например, чтобы это цвета, можно было, то есть не типичные наши бегунки, поля для ввода и все остальное, чтобы можно было как-то кастомизировать, настраивать. И также, скорее всего, претерпит изобидение сам алгоритм индексации контента, потому что, особенно для корпоративного портала, сейчас очень большая зашумленность из-за комментариев, и все, что относится как бы к одной теме, то, что, казалось бы, надо группировать, очень сильно шумит. Индексация и выдача, да, требуют заметной реконструкции для того, чтобы увеличить качество представления. В том числе мы планируем представить туда и персонализированные данные. Так, инфографика для интернет-магазина. О, это же моя тема, да? Отлично. Давай листалку. По-моему, там много нужно будет покликать. Да-да-да, по-моему, так. Вообще у нас в магазине очень много функционала. На самом деле его много. И он очень разноплановый. И когда и вы сдаете проект, и клиенты получают проект, всегда существует некоторая блокировка. С чего, во-первых, начать? Во-вторых, как это увидеть? И мы хотим сделать не столько технологический элемент, сколько, ну, мы его пока условно назвали инфографикой для портала. Но это своего рода визуализация того, что такое интернет-магазин. Это некие блоки. Ну, еще раз, пока мы не сделали визуальное представление. Это некие блоки, которые подразумевают, во-первых, с чего начинается магазин. Во-вторых, из чего он состоит. Каждый блок будет представлять собой либо набор настроек, то, что вы выполнили, визуальный видеокурс, который будет объяснять, например, создание каталога. И там будет небольшой видеокурс, который будет рассказывать, что его можно подготовить руками, можно выгрузить из 1С, можно его набрать таким образом. Вот так вы наполняете содержимое. Вам нужны будут такие, такие, такие разделы. И вас будут правильно направлять туда. Соответственно, подключение служб доставки и платежных систем. Это своего рода такой мастер, по которому вы идете перед запуском магазина. Подключили, настроили основные платежные системы. Запуск интернет-магазина. От включения общей страницы, переход к SEO-инструментам, либо если он не будет настроен, и далее переход к обработке заказов. Вот к этой части будут, например, подключения Яндекс.Директа и Гугла Дворца. Вы будете авторизоваться, подключать эти элементы. Мы еще попозже об этом поговорим. Или здесь будут выполняться определенные действия. И у вас, собственно, будут стоять галочки, вы выполнили эти части или нет. Итак, мы планируем представить интеграцию с ERP, маркетинговые инструменты, скидки, подарки. Те инструменты, из которых состоит магазин. Мы хотим сделать такую панель, визуализированную панель того, как работает интернет-магазин, что вы выполнили, а что не выполнили. Любопытный должен получиться инструмент. Нам кажется, что он должен помочь пользователям. Причем странно, мы как разработчики с вами, нам кажется, что это не очень важно. Но с точки зрения обычного клиента, иногда вдруг они, посмотрев на все целиком, говорят, на самом деле ведь много всего, там большой продукт или большой проект. Мы много раз сталкивались с такой вот визуализацией всего функционала. Мы его внутри назвали визуализатор крутизны. Внутреннее название этого инструмента. Надеемся, что все получится так, как затеялось. Глобальные интернет-магазины, федеральные интернет-магазины, одним словом, интернет-магазин на всю страну. Это следующий блок, который будет включать в себя изменения по e-commerce, вектор, который будет подразумевать. Почему все это нужно? Открывают сегодня интернет-магазин не только на один город, а его открывают для того, чтобы обслуживать всю страну. Более того, в разных городах разные юридические лица. Каждый город загружает свои остатки. Либо, например, один город обслуживает целый регион. И для того, чтобы это сделать, мы реализуем целый ряд изменений. Например, в разных городах разные службы доставки, разные платежные системы и так далее. Отдельные юрлица, свои документы, отдельные службы доставки и оплаты. Также сегодня уже Юра говорил, у нас сейчас идет очень крупная переделка, доделка, по сути рефакторинг модуля интернет-магазина. Мы долго оттягивали этот момент, делали функционал, пристегивали его где могли сбоку, но в итоге решили, что предыдущий релиз мы как раз делали маленьким, нам очень надо было время, долгий цикл сделать нормально переделанный и рефакторенный интернет-магазин. Что по сути это из себя представляет? Мы берем функциональные блоки интернет-магазина, анализируем, оцениваем, насколько они сейчас современные, удовлетворяют потребностям современным. Смотрим применяемость, дальше начинаем думать, как оставить на тех же данных, сделать совместимость и все остальное. И в итоге потом все переносим в папку лип, делаем новое API, расширяем, если надо, данные, соответственно, переделываем компоненты на новое API. То есть это такой длительный цикл, который мы начали, но без него просто никак дальше не развиваться. По сути это должны оценить те, кто работает с магазинами, с API-магазина каждый день, это будет для них неоценимое. Вот, например, сейчас вот то, что сейчас вот в работе идет, это блоки какие, это развитие местоположений. Если сейчас там местоположения, они по сути плоские, там три уровня, то мы делаем неограниченные вложности. То есть вы можете начинать свое местоположение, свои там со Вселенной, там до галактики, опускаться до планет, до улицы, до квартиры, если надо. То есть если нет, вы можете оставить страна город, там страна область город. Возможности даем настройки местоположений, соответственно, там совсем другой интерфейс, по выборке их получается. С проблемой мы столкнулись при интеграции Яндекс.Маркетом, то что, и с другими тоже агрегаторами, то что у них у каждого свои коды. Данное обновление, скажем так, оно будет это учитывать, то есть там будет соответствие, они не будут перетираться при загрузке местоположения, то есть они будут нормально обновляемые. Также мы сейчас делаем переработку платежных систем. То есть сейчас достаточно популярны стали агрегаторы платежных систем. И если сейчас их надо за каждую из этих вот маленьких подплатежных систем заполнять отдельной платежной системой, то в дальнейшем это будет одна настройка, в которой будут выделены именно вот эти вот мелкие там карточка, там электронные. То есть сейчас вы Яндекс.Деньги добавляете несколько раз, как разные платежные системы, а так добавите один раз, и, собственно, будут подключены все возможные инструменты, которые предоставляет агрегатор. Ну, соответственно, как одна из платежных систем, это все бумажные платежные системы, там счета, все. Мы тоже делаем их более удобными, вынастраиваемыми, чтобы не приходилось там копипастить много раз и терять совместимость обновления. Также сейчас дорабатывается и развивается служба доставки, это как сама технология, так и мы добавляем туда новые службы доставки, Юра говорил про это. И самая сложная часть, это именно ядро любого интернет-магазина, это система обработки заказов. Там идут просто колоссальные изменения, начиная от внутренности, бизнес-логики, скажем так. Мы, например, делаем возможность частичной оплаты и частичной отгрузки. То есть можно будет один заказ оплатить несколько раз или отгрузить разными службами доставки, если это нужно будет. И там, соответственно, это все дальше идет вдаль до страницы оформления заказа, до компонента упомянутого сейл-ордера ЯКС и так далее. Ну и, конечно, будем развивать дальше скидки, делать более удобные настройки скидок, отчеты. Сейчас отчеты не учитывают, многие отчеты не учитывают СКУ, не учитывают наши наборы, комплекты, то есть то, что появилось недавно. Это все будет дорабатываться. Я вижу, некоторые кивают. Да, 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 так много всего. На самом деле это очень большое изменение. Сложно вот так на одном слайде. Да мы на самом деле не хотели прям детально перечислять. Некоторые реконструкции внутри нужны. И они вам очень сильно помогут. Вообще e-commerce сегодня драйвит, поэтому изменения считаем очень важными. Ну, как ребята говорят, наши разработчики, что на зимней партнерской конференции говорят, это надо будет отдельный доклад часа на четыре об изменениях. Не будем сейчас детально останавливаться на изменениях по 1С с восьмеркой. Юра, по-моему, ты презентовал все, что будет выходить. Еще раз скажем, что мы очень большой темп набрали по реконструкции и по развитию интеграции с 1С. Эта связка будет продолжать развиваться и будет набирать темп. И в общем, список изменений по этой части будет большой. Много задач, состояний, вот все, что обсуждали, все, что представлял Юрий. Следующая часть, следующие векторы. Завтра у меня будет небольшой доклад, в котором я буду, говоря о статистике и вообще говоря о тренде, отмечать, что важнейшие изменения происходят на рынке маркетов. Вы все знаете, наверное, я надеюсь, что Яндекс.Маркет сильно трансформируется и превращается в маркет. Он начинает продавать заказы. Он переходит от CPC на CPA, и значит клиенты будут активно с этим работать. Российский рынок выходит мировой участник, мировой игрок компании eBay. Собственно, они будут представлять возможность для интернет-магазинов и для юрлиц заключения договоров, размещения у себя каталогов товаров, которые есть, и продажа их через eBay. Они являются маркетом. В основном они торгуют, и не торгуют не своими заказами. И этот рынок будет настолько велик, что интернет-магазины должны подготовиться к тому, чтобы легко, массово публиковать материалы на разных площадках, получать оттуда трафик. И мы собираемся к этому подготовить и представить автоматизированные инструментарии. С маркетом большая часть реализована. Мы осенью представим с eBay, и возможно будет специальная программа по подключению магазинов на 1S-Bitrix с eBay с точки зрения юридических вопросов. Извините. Будет? Будут специальные условия. Это замечательно. Итак, упрощенное взаимодействие магазина и рекламных инструментов. Давай я расскажу. Вообще, вот мы уже много поговорили про конверсию. После того, когда проект открыт, с любых источников вы получаете трафик. А в основном его анализируют через Google Аналитику и через Яндекс.Метрику. Наша задача подключить эти инструменты, подключить, собственно, Яндекс.Директ и Google AdWords для того, чтобы сделать две составляющие. Чтобы вы могли легко формировать пакеты, стоп-слова, пакеты предложений. Возможно, у нас получится с ретаргетингом, когда вы будете говорить этот товар, не этот, отправлять в ретаргетинг, чтобы автоматически они коммуницировали с системой для занесения туда предложений. Мы не будем повторять весь интерфейс этих систем, но основные связки для того, чтобы вам с товаром было удобно работать, мы постараемся сделать. И очень рассчитываем, что те заказы, то есть мы встроить постараемся прямо в интернет-магазин, что если товар у вас приобретен, чтобы об этом было сообщено в аналитику, и вам не пришлось или клиентам не приходилось вручную загружать эту номенклатуру, чтобы у вас закрылся правильно расчет ROI по событиям и по мероприятиям. Добавить что-нибудь? Ну тут будет многое зависеть еще от наличия API какого-то. Я не уверен, что там будет нормально стоп-слова, подбор слов работает. Но в целом, как мы планируем, интеграция будет на уровне, что вы заходите в карточку товара, говорите, что я хочу разместить рекламное объявление на него, делаете все необходимые настроечки, публикуете и все. И дальше уже идете в Google аналитику или… И следите за продажами. Яндекс.Метрику, да, и смотрите, анализируете, как эта реклама работает. Может быть потом в дальнейшем какие-то появятся лендинг-пейджи, но это потом отдельно. Это опять же мы говорим про конверсии. E-mail маркетинг. Тебе слово. Одно из, скажем так, возможностей персонализации, ну это персонального подхода, скажем так, к клиентам, это e-mail. E-mail рассылки, это e-mail маркетинг. Что мы в данном случае можем предложить магазину? Мы можем сделать автоматические рассылки. То есть когда мы это можем сделать? Если человек идет оформлять заказ, каким-то причинам остановился, не стал оформлять, мы можем ему след через определенное время выслать предложение, что вернись, купи, дадим скидку. Мы можем на основе того, что, ну и понятное дело, если человек уже зарегистрировал, оставил свой e-mail. То есть мы можем на основе того, что он до этого покупал, на основе его поведения на сайте, опять же возвращаясь к слайду про персонализацию, мы можем ему рассылать какие-то дайджесты. Вот то же самое, что как будто он вошел на главную, он увидел эти блоки. Но мы увидим, он давно не приходил, забыл о нас, надо нам вернуть его. И для этого мы высылаем ему то, чтобы он увидел на главную, то есть какие-то рекомендуемые именно для него товары, сводку по этим товарам. Ну там и так далее. То есть что касается интеграции с интернет-магазином, то есть возможности автоматических рассылок по каким-то определенным правилам, ну тоже по идее должно увеличить конверсию. Но для этого нам, конечно, придется дорабатывать функционал модуль рассылок. То есть если копнуть то, что внутри будет, это доработка модуля рассылок, сделать его более современным, потому что он не менялся уже много-много лет, и по своей идеологии, и по технологической составляющей. То есть это, конечно, мы должны будем теперь учитывать переходы, просмотры. Это конкретно по каждому e-mail, на которого мы отправили это сообщение. Должны будем сделать удобную отписку-подписку, чтобы это происходило в один клик и не вызывало трудностей. И автоматические правила. Из серии вы вернулись в интернет-магазин, посмотрели какой-то товар и не стали его покупать. Через день можно сделать предложение. Этот товар со скидкой сделать соответствующую рассылку, получить письмо. Ну и, конечно, шаблоны писем, шаблоны рассылок. Также для тех магазинов, которые используют мобильную версию магазина, мы можем использовать такой механизм, как пуши. То есть если человек установил мобильное приложение, то ему можно отправить пуши какими-то новинками, ну, то есть любое маркетинговое сообщение. Итак, двинемся дальше. Лендинги. Это наш лендинг. Вообще, мы бы рассчитывали или хотели услышать вашу какую-то обратную связь относительно нужна ли вам какая-то поддержка по лендингам. В целом, в большинстве своем, по нашей оценке, они в области дизайна больше лежат. То есть они представляют собой индивидуальное предложение по дизайну, подготовленное, и в основном вы делаете эти предложения. Но кажется, что можно сделать два пути. Либо сделать интеграции, связанные, например, с конверсией, чтобы для лендингов была специальная статистика, которая позволяет просмотры и действия считать. Либо интеграцию для расчета конверсии с Google, с Яндекс.Метрикой. Это один путь. Второй путь. Можно подумать на тему лендингов под товары. То есть чтобы вы могли изготавливать шаблоны, в котором, соответственно, для клиента, сам клиент мог бы выбирать товар, цену, то есть лендинг под разные варианты товаров. Ну а дальше уже в нем можно было выбирать. Какой-то принципиальной твердой позиции у нас на этот счет нет. Если вы готовы пообсуждать, есть какое-то мнение, высказывайтесь, хоть сейчас, хоть чуть позже, вот в процессе, когда будем обсуждать. Поговорите немножко, скажите нам комментарии свои. Юлия Ведросова, Армавир. По лендингам самая частая задача, с которой приходят клиенты, они просят сделать им мультилендинги. То есть какой-то конструктор, в котором контент-менеджер, пошелкал и выбрав какие-то товары, создает полноценный лендинг, продающий эти товары с определенной какой-то акцией. И, соответственно, он публикуется по определенному URL-адресу. И чаще всего, конечно, хотят, чтобы это была мультидоменность, чтобы сразу тут же создавался домен. Домен? Да. Второго, третьего уровня? Ну, под домен, соответственно, третьего уровня, да. И это вот очень актуальная задача, но дело в том, что, естественно, мы для клиентов это настраиваем, серверную часть этой системы, но и не вся программная часть Bittrex при этом корректно отрабатывает, хотя, насколько я знаю, лицензии, вы это клиентам разрешаете такую систему делать. Спасибо. Спасибо большое. Может, еще кто-то скажет? Я смотрю, вот еще есть рука. Добрый день. Вы до этого показывали возможность насчет вот таргетинговой рекламы. Да, да, да. Было бы очень интересно, если бы лендинг-пейджи можно было бы привязывать вот к таргетинговым объявлениям, плюс проводить какие-нибудь сплит-тесты по этим страницам. Вообще вот то, что мы привязывали к таргетингу, одна из тем, о которой мы много спорили, это вообще сделать ли интеграцию, например, с Google обе-тестированием, чтобы можно было, собственно, эти лендинги сразу покрыть обе-тестированием, считать на них конверсию, считать ROI, считать запрошенные формы продажами. Это один из путей, которые рассматривали, потому что в основном действительно сплиты считают. Сергей, спасибо. Сразу, вау. Второй вопрос. Там вот у тебя на слайде было ROI, но, наверное, там вы еще куда-нибудь будете смотреть, там LTV, еще что-нибудь такое. Вопрос, то есть, допустим, получить стоимость привлечения конкретного клиента в конкретный день, допустим, из AdWords. Я правильно думаю, что вы это сможете? Внутри показать? Да. Чтобы проанализировать, хорошо работает лендинг или нет? Ну, например, да. Потому что, допустим, я знаю, что у них есть достаточно жесткие ограничения по доступу к капе на уровне бюджетов. То есть, это значит, что мы через вас будем все проксировать? Нет, конечно. А, то есть это только для топовых коробок и тех покупателей? Нет, почему? Вы привязываете свой аккаунт и под своим аккаунтом обращаетесь? Ну, если бюджет позволяет, то, соответственно, можно будет иметь доступ. Понял, спасибо. Окей. Давайте поразмышляем. Если будут мнения, подходите, пожалуйста, говорите нам. Таким образом, состав примерный сегодня, 15-го релиза. Все, что связано с скоростью и с композитом, продолжаем работать над темой. Визуальное масштабирование, интеграция с инфраструктурой, постараемся упростить и сделать доступным. Персонализация. Очень большой блок и постараемся сделать его красивым и очень внятным. Поиск, фасета, интеграция. Здесь я вот не вижу блока по интернет-магазину. Там большой блок, мы его что-то опустили. У нас будет большощее обновление, связанное с интернет-магазином. Интеграции. 1С, ebay, market и другие маркеты. Холдинговая структура. Все, что связано с федеральными, большими, распределенными магазинами на всю страну. Контексты, конверсия, интеграция с Яндекс и Гугл, доработки модуля рассылок, по сути, наверное, даже новый модуль рассылок. Видимо, это в это превратится. Лендинги обсуждаем и отчеты в интернет-магазинах. Это часть, связанная с интернет, с управлением сайтом. Если есть вопросы, поспрашивайте, и мы пойдем дальше. Или давайте мы сначала все представим, а потом перейдем к вопросам. Следующая часть. Мобильное приложение. Женя, собственно, сделал представление. Расскажешь, Юр, что будет? Женя говорил уже этот слайд. Да, мы представили то, что планируется по поддержке мобильного приложения. Поддержка новых обновлений. Осенью выходит iOS 8. Вчера Google представлял, его так не назвали, 5.0, его назвали Android L. Посмотрим, что там выйдет. Но, собственно, изменения обязательно будут. Ну и ожидание и подготовка к тому, что есть. Ну и, соответственно, мобильное приложение мы планируем выпустить в октябре, обновленное, для того, чтобы можно было своевременно выпускать обновления. Нет, ну такие вещи, как дизайнеры, думаю, должны мы раньше выпустить. Да, да, да. Окей. Так. Итак, Bitrix24. Отдельный большой блок того, что связано с этим. Мы планируем выпустить два обновления. Чуть не сказал три. Почему-то прям захотелось. Но мы столько не потянем. Первая версия, которая предполагаем, что выйдет в начале. Что по ней выйдет? Мы уже говорили, что планируем раздавать бесплатные домены и интеграцию с почтой. Видимо, доработаем, чтобы можно было прямо получить, взять домен, получить почтовый домен, может быть, направить на ВВВ. Одним словом, чтобы вы могли клиентам, например, предложить Bitrix24, почту, телеграф, телефон. Соответственно, все, что необходимо для бизнеса. Большой блок развития по CRM. По-моему, будет слайд. Bitrix24. И там будут дальше слайды, нет? Я уже забыл. Итак, по CRM. Вот те адаптивные формы, которые мы показывали, мы планируем распространить на все остальные формы в CRM. Счета и коммерческие предложения, поддержка бизнес-процессов, отчеты и поля в CRM, чтобы отчеты позволяли делать по своим кастомизированным полям. CRM в мобильном планируем доработать. Каталог товаров, поиск по e-mail, по телефонам, напоминание про дни рождения клиентов CRM. Это в первом релизе, да, по-моему? Да, это в первом релизе. Все. Я скажу, что вот если говорить про эту адаптивную форму, мы сейчас сделали форму редактирования, но она пока никак не коснулась формы карточки просмотра. То есть мы будем сейчас решать проблему, чтобы там эти настройки тоже как-то применялись. Что говорить еще про тему дни рождения? То есть это довольно-таки популярная проблема, что у нас сейчас в CRM лиды контакты не могут иметь штатного поля день рождения, то есть нельзя по ним буквально в календаре задать какие-то правила, которые будут поздравлять, напоминать о том, что у клиента там день рождения. То есть это тоже мы будем включать в этот вот ранний малый релиз. Окей, идем дальше. Bittrex 24 диск. Мы вам уже представили архитектурные изменения, которые произойдут внутри. Их будет увидеть сложно, но произойдут большие изменения и снаружи. Это прототипный дизайн, он еще будет, так сказать, красивым делаться. Это то, что нам юзабилисты обычно выдают. Самый главный акцент – это сценарии, развитие API, появится REST API для диска. Несколько разных представлений. Здесь не буду детально перечислять. Очень много изменений, связанных именно со сценариями использования. Диск – одна из важнейших составляющих, которой пользуются клиенты, особенно коллективные диски, особенно коллективные папки для работы, для совместного действия. Ну вот разные варианты представления, которые будут. Ух, сразу уже скриншот. Ну ладно. Мы немножко хотели вам показать возможных вариантов того, как может визуально измениться Bittrex 24. Еще раз подчеркну, это не факт, что это так случится. Мы вместе сейчас с ребятами из АИС работаем. И вот тут несколько вариантов. Я не буду сейчас заострять внимание над тем, как это может выглядеть. Но вот есть варианты с такими левыми меню, с такой живой лентой, с верхним серым. Есть варианты более традиционные, близкие к тому, что у нас есть. Мы посмотрим, какой вариант выбрать. Есть, видите, некоторые варианты, так сказать, с настроением, которые могут быть реализованы и использованы. Размышляем над этими сценариями с разными вариантами меню. Одним словом, ищем концепцию. Вообще, конечно, это парадоксально. Два года, и те уже говорят, что-то у вас дизайн какой-то не плоский. И приходится размышлять над тем, может быть, сделать его плоским. Тенденции, мотивы, они, собственно, присутствуют. Ну и второй релиз. Вот тут мы, наверное, должны сказать необычную для вас и для себя вещь. Мы показали вам основные элементы. Вот последний релиз, да и первый релиз, который будет осенью, мы закрыли основные задачи, которые предполагали по концепции. То есть основные концептуальные вещи по продукту завершены. Но следующая часть, которую нам необходимо делать, это сценарии. И то, что мы называем дочистить все сценарии, добиться, чтобы они работали идеально. Существует два самых сложных слова. Самопродажа и самообучение. Многие вещи будут фичами с вашей точки зрения. С нашей точки зрения это доделанный сценарий. Например, элементы в живой ленте могут чуть-чуть измениться или доработать. Или изменится выбор пользователей. Изменятся какие-то составляющие. Формально глобальных изменений, скорее всего, не произойдет. Но наша задача сделать максимальный глянец. создать ощущение вылизанности, подготовленности продукта. Потому что продукт, в общем, уже зрелый. Продукт комплексный. Мы его рекламируем, в общем, масштабно. Сейчас, например, идет рекламная кампания на Business FM. Кстати, очень удачный, эффективный проект. Хорошо работает. Возможно, вы слышали. На мой взгляд, удачное решение. И мы будем брать каждый из элементов, будем брать живую ленту, перерабатывать ее в вебе, дорабатывать в вебе, давайте так скажем, и дорабатывать ее в мобиле. Вот мы не случайно разместили с двух сторон. Вторая часть концепции этого релиза все должно работать на мобильных. И на телефоне, и на планшете. Юра рассчитывает, что, например, планшетная версия начнет отличаться от мобильной. То есть она будет обладать специальным решением, специальным интерфейсом, меню, чатами, чем бы то ни было еще, но она будет более удобна. Одним словом, мы хотим, чтобы все по задачам работало на мобильных версиях. И эти сценарии были доделаны. У нас, по-моему, там есть слайды по задачам. Из всех элементов, которые здесь присутствуют, например, работа с документами на мобильном, чаты, видеозвонки, почта, CRM на мобильном, появится синхронизация контактов. Многие вещи станут функциями, но мы их рассматриваем как доработанные, полностью законченные сценарии. ОТП появится. Есть у нас одна из сложных задач, мы хотим сделать, чтобы можно было пользоваться двухфакторной авторизацией. Большие изменения по поиску, вовлечения и самообучения. И пульс, и другие элементы начнут работать. Я не думаю, что сейчас прямо детально расскажу. Давай несколько слайдов. Расскажи чуть по задачам, что мы планируем. Ну, по задачам никакого большого функционала не должно быть. То есть мы пока идем еще, скажем, говоря про проектное управление, к нему идем. Мы, может быть, когда доделаем весь глянец, мы к нему придем. Но сейчас есть явные недочеты, которые мешают работать каждый день просто так с задачами, без сложных проектных управлений. Вот в данном случае это прототипы тоже. Это редизайн карточки задачи. Ну, не редизайн, а прототип юзабельный, да? Юзабельного интерфейса, который будет рисоваться. То есть какие будут изменения? Будет работа с файлами удобная. То есть они будут группироваться и будет видно... Будет видно, когда какие файлы загружались, и будет появиться возможность скачать их всех одним архивом, а не по одной выгружать. Будет возможность создавать себе нотификации о задаче. То есть когда все участники по этой задаче будут ставить себе какие-то контрольные точки, когда надо будет зайти, посмотреть, решить ее и так далее. Они будут сами назначать точное время, когда их надо будет об этом дернуть, скажем так. Появится давно требуемый функционал – это копирование задач с подзадачами и шаблона с подзадачами. Потому что каждый новый проект обычно содержит одни и те же задачи. То есть этот функционал давно от нас требует. То есть разработка сайта, например, сразу набор задач, чтобы можно было создать группу проектов по общей конструкции. Есть большая потребность заменить наши, скажем так, стандартные две новые задачи. То есть каждый приходящий новый человек на портал получает сейчас две новых задачи. Заполнить профиль и что-то еще. И появится возможность администратору портала сделать эти задачи, то есть эти шаблоны к этим задачам, настраивать их. То есть он может много задач делать, отнести в бухгалтерию документы, это все зависит от конкретной организации. И сейчас большое отставание идет по мобильным задачам. Те верхние блоки, которые мы сделали, там руковожу, делаю, помогаю, они сейчас по сути в мобильном приложении отсутствуют, со счетчиками, мы их будем туда внедрять. Соответственно, нет в мобильном приложении пуши, что на вас поставили новую задачу или там что-то с ней произошло. В общем, все мобильные сценарии работы с задачами нужно доделать, чтобы они работали и были удобными. Выпущенные чек-листы, они сейчас в мобильных задачах не поддерживаются. Ну там и так далее, там этот список, он большой, там может быть мелочи на самом деле, но из этих мелочей складывается общая картина. Поехали. Чат и видеозвонки. Мы планируем дополнить их передачей файлов, редактирование удаления сообщения, аудиозвонки без ограничений, собственно, внутри мобильных приложений в том числе, шаринг экрана. И мы пробовали, мы представляли уже эту фичу, но она оказалась не очень боевой. Мы нашли технологическое решение. И если я не ошибаюсь, по-моему, даже в первом релизе мы планируем выпустить шаринг экрана. Ну и большие изменения по мобильной версии. Хочется доработать и интерфейс, и доработать звонки, передачу фото и видео. Сегодня в мессенджере фотку ты не отправишь коллегам, а хочется, чтобы он полностью заменял любые внешние интерфейсы. Чтобы ты взял видео, выбрал, отправил, либо фотографию отправил. Ну и другие файлы, да, конечно. То есть, безусловно, любые документы, которые есть на мобильнике, чтобы можно было отправлять, конечно. Давайте. Сразу фич-реквест, копирование комментариев из задачи в задачу. Вот, давайте мы сейчас все расскажем, и мы будем детальненько обсуждать. Поехали. А это у нас разные варианты. Давайте дальше. Соответственно, нетворк будет продолжать развиваться. Мы ставим, он, собственно, будет наполнен теми самыми функциями, которые будут включены в чат мессенджер. Передача файлов, видеозвонки, шаринг экрана. Мы хотим доделать приглашение по прямой ссылке, чтобы можно было просто кому-то отправить ссылку и уже вместе с ним общаться, не требуя регистрации, либо каких-то долгих вещей. Объединение нескольких аккаунтов давно нас просят. Черные списки наверняка понадобятся. Возможность переименовать контакты, передача файлов, визитки для компании, интеграция с коробочными версиями. То есть, это, наверное, даже чуть пораньше выйдет. Ну да, интеграция с коробочными версиями ожидаем в ближайший месяц. То есть, по сути, это будет такая же кнопочка, как Facebook, появится кнопочка Bittrex24 Network. И пользователи коробочных версий, как BUS, так и порталов, они, по сути, могут к своему аккаунту основному привязать профиль Bittrex24 Network. И потом в дальнейшем мы сможем на основе этой информации как-то ему присылать нотификации и все остальное там делать. Давай дальше. Итак, когда все вообще ожидать? Сентябрь. Ну, мы его называем малым релизом по Bittrex24. Октябрь. Это, собственно, основные релизы по управлению сайтом и по мобильному приложению. Ну и, соответственно, ноябрь мы планируем выпустить Bittrex24 вот в завершающей, так сказать, части с большим числом с одной стороны мелких, с другой стороны достаточно больших доработок. Создать глянец и еще раз поработать над вовлечением и над обучением. Это будет иметь большое значение не только в облаке, но и в коробке, потому что учить людей сегодня некогда. И никто не хочет учиться. Продукт должен сам вовлекать. Если я не ошибаюсь, то все. Продукт должен сам вовлекать. Продукт должен сам вовлекать. Продукт должен сам вовлекать. Продолжение следует...